4-5 октября в ходе официального визита президента Туркменистана в нашу страну обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном, определены новые точки роста на долгосрочную перспективу. Главы государства дали высокую оценку современному уровню двусторонних отношений, основанных на принципах многовековой дружбы, добрососедства, стратегического партнерства. В рамках визита подписан солидный пакет документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-туркменского сотрудничества. На самом деле результаты этих переговоров можно назвать историческими. Если говорить о договоренностях в области торговли, то по итогам переговоров мы договорились значительно нарастить объемы взаимной торговли, который уже показывает существенный рост. По итогам восьми месяцев этого года товарооборот двусторонний вырос на 25%. За последние годы в целом товарооборот между двумя странами увеличился более чем в три раза. Наши руководители договорились о конкретных механизмах, которые позволят нарастить показатели взаимной торговли в разы. Какие-то механизмы. Во-первых, будет создана приграничная зона свободной торговли, которая позволит существенно увеличить товарообмен между двумя государствами. Кроме этого, мы договорились внедрить новые механизмы взаиморасчетов между двумя государствами, что позволит внедрить эффективные механизмы по наращиванию взаимных поставок продукции и замещению импорта наших стран товарами, которые производят производители Узбекистана, производители Туркменистана. Мы видим большие возможности для взаимодействия в области текстиля, переработки хлопка и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы также договорились о взаимодействии на уровне Министерства транспорта двух стран. Подписана соответствующая дорожная карта, которая предусматривает внедрение пакета преференций на транзит грузов по территориям двух стран и выработку новых механизмов взаимодействия в области транспорта для того, чтобы повысить транзитный потенциал как Узбекистана, так и Туркменистана. Если говорить об узбекско-туркменских связях, они имеют очень давние традиции. Вообще наши народы издревле жили рядом друг с другом, и вообще Туркмени – это страна с очень богатой историей. Между нашими народами издревле существуют наши связи. Туркмены всегда с восхищением относились к газелям Алишера Наваи. Узбеки всегда с упоением читали газели Махтанкуле и Фраги. На мой взгляд, визит был очень плодотворный. Подписано более 23 соглашений, в том числе обсуждены очень многие острые и очень необходимые актуальные вопросы. Если же говорить о двухсторонних отношениях, то очень много подписанных документов и о товарообороте, и по экологии, и по водопользованию и так далее. Я бы хотел отдельно остановиться на соглашениях в культурно-гуманитарной сфере. Подписано целое соглашение на 2022-2024 годы сотрудничества культурно-гуманитарной сферы между нашими странами. Подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве. В том числе есть также еще один из таких направлений интересных – это сотрудничество в сфере туризма. У нас брендовые города, действительно. У нас Хива, Самаркан, Бухара, у них Куняургеть, Мерв, раньше назывался Марэ. Это центры исторических таких культурных центров Центральной Азии. И если мы будем вместе работать по созданию такой сферы, туристической сферы, то мы можем очень многого добиться в плане и имиджа наших государств, и в плане приезда туристов. Это очень большое значение. Ну и, конечно, в плане экономики. Узбекистан, президент Туркмэстана, президент Узбекистана. Состоялась встреча президента Узбекистана и Туркменистана. Мы также приняли участие в этом мероприятии. И для меня это большая честь. Я сама туркменка по национальности, и я горжусь, что живу в Узбекистане. В нашей стране большое внимание проявляется к культуре, языку, обычаям и традициям туркменского народа. Узбеки и туркмены всегда дружили, начиная еще с давних времен. А вчерашняя встреча, прошедшая на высшем уровне, лишь только укрепила наши тесные, доверительные и дружественные связи. Особенно мне очень затрогнула речь представителей туркменов, которые живут у нас. Они были очень довольны, рассказали, как живут они в Узбекистане. Это было очень трогательно. И самое главное, в настоящее время все мы живем вместе, дружно и друг другу помогаем. Вчера было подписано более 20 документов. Подписаны такие документы, как вместе речать вопросы использования водных ресурсов. Это очень особенно важно в момент колбалных изменений климата. Вчерашнее событие стало настоящим праздником не только для жителей Узбекистана, но и для всех туркменов, проживающих как в Туркменистане, так и в нашей стране. В Кашкадринской области проживает более 70 тысяч туркменов. Мы живем в согласии. И пусть дружба наших народов будет вечной. Руководствами наших стран в рамках официального визита был подписан ряд документов, который является результатом дальновидной политики двух государств. За последние годы особое внимание уделяется укреплению дружбы между народами. Объявление 30 июля Международным днём дружбы является одним из ярких примеров толерантности. На праздновании этой знаковой даты я был удостоен высокой государственной награды. Мы очень ценим наши добрососедские дружеские отношения между нашими братскими народами. Продолжение следует...